с наступающим новым годом дорогие мои каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню помните да нет я не хожу 31 декабря в баню у меня есть другая хорошая традиция эта традиция в конце года дошивать заканчивать очередное лоскутное одеяло было и в прошлом году так было и позапрошлом и вот сегодня мое очередное лоскутное одеяло которое я шила для маленького мальчика он родился в этом году каждый год маленькие мальчики и девочки рождаются приходит в этот мир чтобы продолжить вот эту славную традицию провожать старый год и встречать новый и хотя я уже взрослая женщина для меня новый год праздник детства когда я собираюсь встречать новый год я превращаюсь в ребенка я помню как в детстве я очень хорошо помню это как под новый год открывалась дверь в квартиру и входила елка вернее входил папа и перед собой он нес огромную елку до самого потолка мы наряжали ее старыми игрушками знаете такие картонные и покрытые серебристой краской мы очень любили наряжать елку вешать на нее огоньки и потом когда она уже стояла наряженной мы выключали свет в комнате садились на диван зажигали гирлянду на елочке и смотрели на эти огоньки бабушка сидела рядом с нами на диване и читала нам стих про елочку бабушки уже давно нет с нами а стих жив мама переписала его на листок бумаги и он лежит у меня в альбоме и каждый год когда приближается этот светлый праздник я достаю этот листок и перечитываю это стихотворение и как будто бы бабушка снова со мной рядом а еще у нас на елочке в детстве висела такая игрушка знаете картонный домик и в окошке было видно голову бабы еги мама вставляла фонарик в этот домик и было такое впечатление что в домике горит свет баба яга сидит у окошка и смотрит на нас и мы с младшим братом все время хотели заглянуть внутрь этого домика и посмотреть что же там где же там баба яга где у нее ступа где у нее метла где у нее печка мы заглядывали в это маленькое окошко и все пытались рассмотреть как живет баба яга а еще у нас под елочкой детстве стоял дед мороз ну такая игрушка знаете вот такого примерно размера и вот этого деда мороза за спиной висел мешок самый настоящий мешок он был такой толстый и плотный он был чем-то набит возможно опилками но мы тогда были детьми и верили в чудо и мы думали что он набит игрушками и когда мама уходила на кухню мы с младшим братом залезали под елку и щупали этот мешок и все старались прощупать что же там лежит какие же подарки принес нам дед мороз на все время хотелось его вскрыть разрезать как-то посмотреть что там внутри мы верили в чудо того деда мороза уже давно нет мама его выбросила и домика бабе яги тоже нет мама тоже его выбросила на смену этим старым игрушкам пришли новые блестящие шары но знаете от них как-то уже не веет тем чудом которое было в детстве мне кажется у каждого из вас тоже есть какое-то чудесное воспоминание связанное с детством и она именно чудесное и вот прошло уже много лет с тех пор как я была ребенком я продолжаю верить в чудо как это ни странно но я продолжаю верить что каждый новый год придет какое-то чудо знаете когда моей дочке было лет 7 или 8 я как-то открыла ей страшную тайну о том что деда мороза не существует она верила она верила что ночью дед мороз пролезает в окошко приносит ей подарки кладет под елочку она утром их находит но я тогда посчитала что моя дочка уже учится в школе и наверное уже стыдно верить в деда мороза и что над ней могут смеяться одноклассники я сказала и что деда мороза не существует знаете она так расстроилась она так плакала она переживала она была потеряна потому что у нее отняли сказку у нее отняли веру в чудо я до сих пор жалею что я тогда поступила вот так верьте в деда мороза снегурочку бабу-югу верьте в сказке разве это плохо скажите разве это плохо верить чудо дорогие мои с наступающим новым годом я желаю вам верить чудо в любом возрасте верьте в чудо с новым годом дорогие мои м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok